Шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат шаббат шалом, субботний мир, господний мир, шаббат шаббат шалом. Шаббат шалом, друзья, братья и сестры, приветствую всех друзей церковной реформации, слава Иисусу Христу, навеки слава Богу Святому из города Петербурга, с берегов Невы, северной столицы России. Божьей милостью архиепископ Сергей Журавлев, приветствую всех друзей, действительно, всех ревнующих о реформации церковной молящихся. И даже в самом названии наша церковь так и называется, реформаторская православная церковь, то есть, действительно, христианская такая, евангельская, живая, реформаторская, слава Богу. И сегодня суббота, сегодня шаббат, сегодня у нас 11, да, уже 11 Хешвана, 5779 года, от сотворения мира. В гражданском календаре сегодня 20 октября 2018 года. И вот хочу прочесть такой гимн жене, женщине. Таишет Хаиль, достойная жена. В притчах Соломона есть, ну, завершение притч, оно так очень интересно. Восхваление такое женщины, восхваление жены. Предполагают, что Соломон посвятил эти строки своей матери, которая была достойной женщиной, достойной женой, праведной женой. И, в общем-то, для Соломона это, ну, как бы, в его жизни это был такой пример жены. Достойной, верной, праведной, настоящей еврейской жены. Вот. И, в общем-то, вот его гимн такой, получается, вот эти 22 строки, последняя притч, они как раз написаны очень красиво в оригинальном, если тексты читать в еврейском, то каждый стих начинается с буквы еврейского алфавита. Ну, а в нашем еврейском алфавите всего 22 буквы, поэтому вот эти вот 22 стиха, они как бы вот как раз вот красиво очень так звучат, что вот каждый стих начинается с буквы алфавита еврейского. И вот весь алфавит мы проходим, как бы вот восхваление женщины, восхваление жены еврейской. И, то есть, боящийся Бога, любящий Господа, значит, и действительно, да, этот гимн, это песня, в общем-то, это песня, если честно. И, в общем-то, каждый верный, боящийся Бога человек, каждый муж Божий, перед началом субботней такой трапезы, он поет это своей жене, даже если, мало ли, нет голоса, может, и со слуха проблема, но для хорошей песни, знаете ли, это не помеха. Для хорошей песни верного мужа, любящего Бога, человека, его не остановит ничто. Для любящего Господа, даже если и слуха нет, и голоса, это не важно. Его сердце поет, и потому он поет. Вот, знаете, самая прекрасная песня, именно от сердца. Я начинал в православии традиционном, это сейчас я, архиепископ, священнослужитель, да, вот реформаторской такой, неканонической, слава Богу, такой живой, нормальной, евангельской православной церкви. Вот, а начинал в традиционном православии, в 87-м году, ну, де юре, в начале 88-го года уже. И как раз начинал свое служение, ну, в общем-то, еще в 87-м. Помогать священнику стал, отцу Иоанну Гмедович, это метрофорный протерей в Орле. И я читал, пел на клиросе, хотя себя никогда раньше я и не видел в роли певца, там, значит, чтеца, не знаю. Да и вообще, знаете ли, не мог себя представить еще до того, там, незадолго, что буду в храме, в церкви православной, буду что-то читать, петь. Ну, другой церкви я и не знал. Если бы я, думаю так, если бы познакомился с какими-то такими евангельскими, протестантскими церквями, то, а у нас были там баптисты, были, кстати, нерегистрированные баптисты, библию которых я достал, собственно, тогда. Ну, раньше еще чуть-чуть. Вот. Но я и не знал про них. Вот, а достал мой товарищ, тоже художник, учились в училище художественном. И он от друзей, с музыкального училища, он брал себе, получается, на два месяца. Ну, месяц сам читал, месяц мне давал читать. Вот такая была у нас. Эта библия такая была кустарная, самодельная. Ну, вот я думаю, если бы познакомился бы тогда, я бы, наверное, прилепился бы к баптистам или кому-то из евангельских таких протестантских верующих. Но все мое познание о христианстве было, как о религии, было лишь вот такое православие. Оно было на виду. Ну, как на виду, в советское время не так сильно на виду, но тоже эти храмы. Хотя поначалу они никак не ассоциировались у меня, вот, честно говоря, вот тогда никак не ассоциировались ни с Богом, с кем пережил встречу, ни с Библией, которую я читал Божье Слово. Но мало-помалу воцерковлялся, мало-помалу ходил в храм. Значит, и вот 87-88 годы стал читать, петь на клиросе. Была возможность в самом городе, в Орле, в храмах, в служение это войти. Я подходил к священникам, знакомился, и, в общем-то, но в городе мне ничем не нравилось, что хоры пели, читали, но, как правило, это было так вот, знаете, вот, ну, не то совсем, не искренне. А вот, а там, куда я стал ходить, это в селе, село Лепешкино, возле Орла. Значит, ну, это, как бы, это в Орле в самом, будем так, в черте города, но это село все-таки. Значит, и в Орле, там, значит, в этом селе Лепешкино я, значит, в общем-то и ходил в этот храм. И мне нравилось, что там, пусть не профессионально пели, пусть это было там, ну, даже у некоторой бабушки было видно, что они там особенные слуха не имеют, и голоса, но они пели, как могли, от сердца. И мне это проставление их очень нравилось, вот это поклонение, вот это вот песнопение очень нравилось. И я там и стал служителем. Вот я к чему говорю, что даже если ты не голосист, и слуха не ценят, пой своей жене хотя бы раз в неделю, ну, раз в неделю обязательно, в начале субботни трапезы, в начале, при эре в шаббат, встреча шаббата. Вот так вот, так что, вот. И эти слова в притче Соломоновых, вот 22 такие формы восхваления, как-то, да, похвалы, ублажения, хвала. Кто найдет добродетельную жену, или там доблестную, есть такой еще перевод интересный, цена ей выше, много выше жемчуга. Вот я прочитаю в таком еще переводе. Муж во всем полагается на нее, и не знает недостатка ни в чем. Все дни жизни своей приносит она ему благо, не зло. Она берет шерсть, телен, работает охотно ее руки, подобно она купеческим судам, привозящим хлеб издалека. Встает затемно, ну, можно сказать, засветло даже лучше, правильно перевести, чтобы приготовить еду. Потому что затемно это как бы перед наступлением темноты, а засветло это перед наступлением света. То есть, я думаю, здесь переводчики неправильно перевели все-таки. Засветло, надо сказать. Чтобы приготовить еду, задать работу по дому служанкам своим, задумает купить участок земли и сделает своими руками, разобьет в нем виноградник. Припояс она мощью, сильны руки ее. Чувствуя, что работа спорится, не гасит светильник всю ночь. С веретеном в руках сидит за прялкой. Она протягивает руку бедному, подает нищему. Ее домочадцы не боятся стужи, все они одеты в теплые одежды. Она ткет для себя ковры, одевается в весон и пурпур. Знаменит муж ее, он заседает со старейшинами у городских ворот. Она делает покрывало и продает их, поставляет пояса торговцам, облачается в силу и великолепие, радостно смотрит в будущее. Слова мудрости в устах ее и речи ее милосердны. Она следит за порядком в доме и праздново хлеба не ест. Сыновья хвалят ее, муж проставляет. Многие жены добродетельны, ты же превосходишь их всех. Обманывает миловидность, уйдет красота, но слава богобоязненной женщины останется. По трудам воздайте ей, славьте у всех ворот деяния ее. Вот такая красивая песня. Вот, да, конечно, во многом она уже устарела, эта песня. Сегодня уже другая реальность уже, другая действительность. 21 век все-таки на дворе. Прошло уже много времени с того времени, да, с времени написания притчи Соломона. Вот, сегодня, я думаю, стоит написать уже новый гимн такой. Бог да вдохновит верных своих составить такой гимн. Вот, и было бы хорошо и на иврите тоже, в подражании как раз Соломону, чтобы 22 буквы еврейского лоховита вновь воссияли заново. В таком гимне хвалы, восхвалении жены. И это прекрасно. Вот, и я это понимаю как муж своей жены, как священнослужитель. Понимаете ли, я убежден, что очень много, ну, половина всех проблем, с которыми приходят к священникам пары, они решались бы, в общем-то, решались бы даже загодя, если бы, да кабы, если бы хотя бы раз в неделю муж вспоминал о том и исполнял Слово это. И чтобы действительно раз в неделю хотя бы новых, действительно, минимум, но пел своей жене, старался бы. Вот, Бог даст все, и голос, и слух, и все, что нужно, и как надо. Вот, мы все несовершенно, все неидеальны, но, знаете ли, надо стремиться, надо стараться. Поэтому пой муж, пой муж для своей жены, раз в неделю восхваляй ее. Вот, и это очень важно, действительно. И со своей стороны, уже как и муж своей жены, как отец своих детей, как уже дедушка, вот, и благоставляй ваши семьи все. Пусть мир Божий будет вас, и пусть Господь благословит. Извините, да, пусть, да, пусть Бог благословит. И вот этот гимн, который вот я тоже буду пробовать писать, значит, ну, не на иврите, но со временем, может быть, даст Бог вдохновение такое. А так вот на русском гимн тоже, и вот тоже 22 строки хочу. Вот, но все-таки начинать хочу именно вот с еврейского алфавита, с еврейских слов, начало самых этих слов будет. Вот. Так что, но самое главное, даже не то, много других есть всяких прекрасных песен, но песни песней, допустим, она вообще вся посвящена взаимоотношениям мужчины и женщины, возлюбленных. Но на примере вот этих возлюбленных, его и ее, испоком веков, мудрецы, книжники, мудрые люди, праведные, всегда видели и в еврейской традиции, и уже в христианской, более поздней традиции, также всегда видели взаимоотношения Бога и человеческой души Создателя, да, и человеческой души Бога и Его народа. Так что это прекрасные образы, и вот эти песни я с удовольствием пою, которые на основе как бы, или взяты песни песней. То есть взяты некоторые строки, ну, они некоторые перефразированы, правда, эти строки, но они прекрасны, и они звучат как прекрасный гимн, как прекрасные песни. Я думаю, что вот эта как раз книга, она вдохновит также на написание вот этих прекрасных гимнов, прекрасных песен. Пусть Бог благословит всех вас, дорогие друзья. Шаббат шалом, мир субботний всем вам. Вот благоставляю все семьи, всех мужей, братья, верные, святые, Божьи дети, сыновья, благословляю вас. Сестры дорогие, жены, благословляю вас. Благословляю тех, у кого еще нет семьи, нет пары. Но Бог, да, восполнит, да, благословит вас. И пусть Господь благословит вас действительно в семье. Детей ваших пусть Бог благословит. Если нет детей, то Бог да благословит вас детьми. Вообще там, где благословение, оно действительно Божье благословение обогащает и печали с собой не приносит. Удивительно. Вот. Ну, до встречи. Богом, шалом.